Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале Пар. Усаживайтесь поудобнее, ведь сегодня мы познакомимся с интересным беспозвоночным, членистоногим, краб-вампир. Не стоит пугаться, услышав такое страшное название. На самом деле он абсолютно безобидный как для людей, так и для большинства жителей аквариума. А свое страшное название получил за внешний вид. Ярко-фиолетовый окрас и красно-желтые глаза. Иногда окрас достаточно темный. Ареал обитания этих крабов является Азия, Индия, Гавайи и Соломоновые острова. Не могу сказать, что данный краб очень популярный у аквариумистов. Его действительно редко можно встретить у любителей, да и вообще в продаже. А потому информации от этих крабов не так много. Но тогда почему они завоевывают популярность? Все очень просто. Ведь содержания, они достаточно просты и неприхотливы. Более того, эти крабы пресноводные. Что понадобится для их содержания? В первую очередь это, конечно же, аквариум. Популярным вопросом является какого объема? Но популярным ответом, чем больше, тем лучше. Как правило, это не более 50 литров. Но многое зависит от того, сколько особей крабов, вампиров вы хотите видеть в одном аквариуме. На одного хватит и 20 литров. Но очень важным является правильное обустройство аквариума. При этом не так важна площадь воды, как площадь суши. Раз мы сначала заговорили о воде, то стоит сказать о том, что глубины в 15 сантиметров вполне достаточно. При этом параметры воды должны быть следующими. Температура воды от 24 до 26 градусов. Кислотность воды 7-7,5. А жесткость от 10 до 20. В общем и целом ничего сложного. Если водная часть достаточно большая, можно все сделать еще интереснее. Например, запустить неприхотливых рыб, например гуппи. Конечно, можно все усложнить и запустить более сложных, но исключительно миролюбивых рыб. Правда, тогда не забудьте про аэрацию и фильтрацию воды. Не переживайте о совместимости краба-вампира с рыбками. Они очень хорошо уживаются. Второй важный момент в обустройстве жилища для краба-вампиров это подъем из воды на сушу. Самое главное, это не может быть гладкая поверхность. Крабик просто не сможет подняться по такой поверхности. Для этих целей используют коряги, мелкий и средний грунт, различные гроты и прочее. А теперь поговорим о части суши. Температура, которую необходимо поддерживать, колеблется от 24 до 28 градусов. Помимо этого, обязательно должно быть освещение и не менее 12 часов в сутки. Будет просто супер, если помимо обычной лампы установите УФ-лампу для террариумов. Хотя это и не дешевое удовольствие. Сушу обустраивают из влажного торфогрунта, кокосового субстракта, мха, сфангума и, конечно, мелкого грунта. Помимо этого, суша обустраивается мхами, в том числе и иванским мхом, лишайниками и неприхотливыми растениями, например, анубесами. Замечу, что суша может быть обустроена совершенно по-разному. Но чтобы вы не положили в жилище крабика, обязательно обрабатывайте кипятком, кипятите все, что хотите положить к нему в аквариум. Ну или прокаливайте в духовом шкафу. Немного о самом крабе. Размер карапаса у взрослых особей достигает 3 сантиметров. Продолжительность жизни при правильном содержании до 3 лет. Но чтобы крабик долго жил до 3 лет, помимо обустройства аквариума, важно еще и правильно кормить его. В первую очередь в качестве корма используют торф. Вообще основное питание это растительная пища. Можно давать овощи и фрукты. Иногда крабику вампиру дают живые и замороженные корма. Важно не перекармливать. Как правило их кормят раз в 3 дня. Если крабик не один, а пара, самец и самка, то вам повезло. Ведь они легко размножаются в неволе. Половозрелость начинается уже через полгода жизни. Стимулирование или другое ваше участие абсолютно не нужно. Самка приносит около 50 маленьких вампирят. Из икринок выходят сразу маленькие крабики и их размеры не более 1 мм. На этом видео подошло к концу. Надеюсь вам понравились эти маленькие создания. Если это так, жду от вас палец вверх. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok